Ребята, всем огромнейший привет! Сегодня у нас видео не из центра Лондона, а из этого потрясающего места. Это Лавандовое поле. До переезда в Британию я даже не подозревала, если честно, что здесь есть Лавандовое поле. Однако, посмотрите, какая красота! Оказывается, здесь их очень много, и сегодня я хочу познакомить вас с одним из них. Я вам расскажу, как сюда добраться, нюансы, и постараюсь через камеру, насколько это возможно, передать вам красоту этого места. Здесь стоит потрясающий аромат, все знают, что лаванда имеет такой успокаивающий эффект, и у меня есть такое даже желание здесь вот в одном из промежутков так прилечь и вздремнуть. Да? Если дождь не пойдет. Итак, если вы впервые смотрите мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, если вы хотите больше знать о жизни в Великобритании и Лондоне в частности. Ставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Еще из-за меня есть инстаграм-страничка, которая называется Walk in Hills, что означает ходить на каблуках двойной S на конце. Там ежедневно я публикую в сториз видео о Лондоне и делаю красивые фото этого замечательного места на нашей земле. Итак, приглашаю вас на прогулку по лавандовому полю. Пойдемте! Это место называется Мэйфилд, Лондон. Это все еще считается Лондон. Как ни удивительно, да, на самом деле под Лондон относится очень большая территория. Работает, цветение считается здесь с 1 июня по 31 августа. По крайней мере, на этот год, да, выставлены такие даты. Вот такой здесь билет. Так, работают они с 9 утра до 6 вечера. Называется Мэйфилд, Лондон. Можете видеть название. Входной билет стоит для взрослых 4 фунта. Если приезжаете машиной за машину, тоже надо заплатить 4 фунта. А также детям до 16 лет вход бесплатный. Это по ценам. Как сюда добраться? Вот там справа у них тоже, видите, стояночка есть для машин. Если приезжаете на машине. Я пока не вожу, я ехала общественным транспортом. Как сюда добраться? Самый оптимальный вариант – это купить билет на все виды транспорта по Лондону. На все 6 зон. Такой билет стоит 13 с лишним фунтов. На один день неограниченное количество поездок. Метро, автобус, пригородные электрички, оверграунд, да, так называемые. И это все включено в стоимость этого билета, тарифом. У меня, например, есть еще такая скидочная карта, которую можно купить на год, да. Она дает 30% скидок на билеты определенной категории. И на этот билет тоже такая скидка распространялась. Поэтому мне обошлась стоимость билета всего в 9 фунтов 10 пенсов. Ехала я на метро до Лондон-Виктория, так, на метро. А потом я пересела на оверграунд, да, на электричку, которая шла до станции Порли. От этого места оттуда идет... А, смотрите, здесь очень много пчел. Красота. Значит, от Порли... Там надо немножко от станции пройти до магазина Теска. И возле магазина Теска есть остановка, на которой останавливается автобус номер 166. И вот этот 166-й автобус, он сюда идет. Таким способом, ну, вот я когда подъезжала сюда, то есть от Порли, ехать надо до станции на автобусе до остановки Окс-Парк. И здесь вы ходите. Там выходит большая часть автобуса. Так было у меня, например. И я думаю, что если вы тоже соберетесь, то вот такой вариант добраться очень удобен. Также сюда можно доехать от Лондон-Бридж, да, если вам оттуда удобно. Тоже идут прямые поезда. Сколько это составляет по времени? От Виктории до Порли идет электричка 24 минуты. Дальше всего несколько остановок, там, по-моему, 4 или 5 остановок. Дальше надо проехать автобусом. Автобусом тоже где-то минут 20. То есть рассчитывайте около часа, да, плюс если вы еще там до Виктории надо добраться, около часа займет такая дорога. Ну, однозначно оно того стоит. Смотрите, какая красотища. Здесь еще они установили для фотографии несколько мест. И вот там вначале есть будка лондонская красная. Давайте подойдем. По поводу разрешения на фотографию. На сайте у них написано, что если вы хотите коммерческую съемку, такой сервис тоже очень популярен здесь в Лондоне, то есть вы нанимаете фотографа, который профессионально делает для вас фотографии, это платно. И они должны купить, зарегистрироваться и купить разрешение на съемку отдельно до приезда сюда. А если вы просто снимаете на телефон, например, да, как вот масса людей, это бесплатно. Только оплачивается 4 фунта вход. Смотрите, какое оно большое. Там вот еще есть, я думаю, что это дуб. Сейчас пройдем. Запах, запах просто сказочный. Также у них есть по периметру ходит вот такой паровозик. Тоже можно прокатиться. И здесь есть небольшой кафетерий у них. А вот там, видите, белая крыша, тенты. Там у них небольшой кафетерий и магазинчик есть. Давайте прогуляемся. Очень, конечно, советую. Даже по прогнозу, например, показывала, что будет дождь. Да, сейчас у нас... Вот сегодня у нас конец июля уже. И погода в Британии сейчас 19 на юге, а вот в Лондоне. Где-то у нас 19-20 градусов. Вот такая температура. И достаточно часто идут дожди сейчас. То есть практически каждый день дождь. И вот такие тучи. Я тоже очень переживала. Как бы это уже вторые выходные, когда я собиралась приехать. И тоже показывает, что дождь. Вот. Часть народа, которые... Как бы наша компания, они решили, что будет дождь. Не поехали. Но сами видите, что погода очень хорошая. И советую вам, даже если прогноз показывает, что будет дождь, а не сильный, да, но вы так видите, что перспективно дождя может не быть или будет просто небольшой, то очень советую, конечно, сюда приехать. Смотрите, какая красотища. Время посещения не ограничено. То есть вы покупаете билет и находитесь здесь сколько вашей душе угодно. И некоторые кусты лаванды, они на самом деле очень высокие. Вот смотрите, там по правую сторону, там достаточно низко. А здесь они, может быть, специально высадили какой-то отдельный сорт. Они очень высокие. Вот смотрите. Ну, это не по пояс, да, вот, не по талию, а немножко ниже. О, какая красотища. Ребята, смотрите, ну, лаванда, она на самом деле очень высокая. Вот я сижу, да, на земле, считайте, и меня со стороны, вот там, не будет видно соседней дорожки. Поэтому, если вы где-то недалеко живете от лавандового поля в Британии, потому что я знаю, многие знают о существовании, но все как-то откладывают, не находят время приехать. Очень советую приехать, вам невероятно понравится. Если вы в Британии как туристы, или вы по работе, по учебе, найдите один день времени, может быть, полдня, и приедьте, посетите лавандовые поля. Это очень красивый элемент британской природы. На этом разрешите мне продолжить наслаждаться ароматом лаванды. Надеюсь, вам понравилось это видео из лавандового поля. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. И всем счастливо, всем пока. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok